дорогие мои зрители случайно просто прижал вот недалеко в моем районе и вот такой дом и называется сегодня здесь open house вот смотрите вот так она выглядит ставят они знак на интернет вы стали написали что сегодня открытый дом то есть люди кто хочет приходят и смотрят этот дом выставлен на продажу за 480 тысяч здесь много земли дом 2000 года постройки и просто люди без всяких этих просто останавливается только кто знает об этом просто идут и заходят и смотрят этот дом лана 40 минут назад только они открыли этот open house уже столько народу тут понабежала и просто спокойненько заходишь там риалтор сидит и давайте я поснимаю немножко что ли я думаю вам будет интересно здесь район один из самых престижных дом частично пол кирпича облицован и частично сайдингом дешевым и вот смотрите то есть вот так вот в америке можно прийти и смотреть дома то есть вот это у них я так понял столовка сюда дальше за у них вот такой это это кабинет ребята по походу кабинет здесь у них газовый камин и камин газовый идет насквозь в другое место сейчас посмотрим тут санузел ага вот вот так дальше камин и вот здесь у них такой я не знаю как он называется балкончик сеткой закрытый чтобы от комаров чтобы комарики не летали и вот видно здесь ведь вот эта полоска вот это все вот это вот так вот так вот так вот так это все их участок вот участок довольно таки большой я вам скажу где-то я так прикидывал где-то соток 25 наверное может даже больше вот и ведь и соседи сзади нет сбоку есть эти сзади дом садиком отделаны то есть вот пожалуйста заходи снимай смотри я давайте в подвал спущусь вот комнаты чё там комнаты комнаты а вот видите даже у людей здесь то ничего у дубая что ли где-то отдыхает скид какой-то хозяева то есть я не знаю они с мебели продают без мебели там дальше не гараж и давайте в подвал я спущусь подвал такой лаундре практичная и такой гараж довольно таки такой большой то есть люди хоп сделали open house открытый дом люди пришли быстренько воочию посмотрели народу много набежала подвал у них законченный частично вот вот здесь но чувствуется сырость конечно поэтому не включили вентиляторы сюда просто надо будет сейчас дело в том что еще не лето кондиционер еще не работает и отопление уже не включается и поэтому сыры скапливать сюда дихимидифайр поставить который влагу забирает здесь у них такая буржуйка прикольная комната гостевая он уже люди катаются на качелек сидят здесь у них комната они тут видимо смотрят кино смотрели потолок кстати не по-американский отдел на это раз такое вижу ну обычно такой русский такое делают но все равно интересно тут у них выход на улицу выход на улицу балкончик да дальше здесь вообще классное место вот быстренько вам так покажу здесь по моему 3300 квадратных футов это где-то районе 300 квадратных метров дом получается все не ошибаюсь и здесь у них еще здесь еще один туалет с ванной то есть здесь можно вообще подвал сдавать кому-то если хотите как отдельная квартира и тут у них недоконченный подвал сверху гараж а снизу вот такое сейчас вот вот даже здесь дверь у них есть с улицы то есть улице они сюда заезжает а вот сверху тут видать бетон у них потому что металлические балки стоят там у них машина здесь гараж сверху и здесь вот так вот заезжаешь такая у них комната но сыростью пахнет бетон ребята настоящий бетон вот у них барахло свое ну вот принципе она их я думаю не стоит эти снимать да вот таким образом я вам показываю как американцы живут давайте еще наверно все таки поднимемся вкусно пахнет пол здесь дерево о санузел детская вот так давайте я пошире немножко сделано это получается я так думаю мастер бедрум потому что здесь должен быть у них свой санузел наверно видео люди все оставили одежда у них тут висит а ну да мастер бедрум вот ванночка у них такая прикольная душ ну я как всегда в майке hello без изменений видите камеру с собой не взял на телефон надеюсь не сильно косячно получится так все что ли тут еще что-то санузел тут скорее всего должен быть сами совмещен еще со мной комнатой вот вот еще одна спальня так живут американцы что такое что это такое и вот еще один момент вот кто-то говорил про никошную траву вас там такой штраф налепит вот смотрите в этом же шикарном районе смотрите трава по колено здесь такой дом непонятно в нем сейчас никто не живет я тут бывает часто проезжаю и но обычно люди даже если не живут все равно нанимает кого-то что кто-то там траву покосил нет смотрите все заросло и ничего никто никого не штрафует вон заросли какие эти джунгли просто так что там сказки какие-то не ну понятно что это не совсем сказки да где-то там оштрафовать могут но это не везде то это в закрытых таких вот этих коттеджных поселках давайте так по-русски назовем да там могут вас оштрафовать а здесь обыкновенно в таких вот богатый хороший район вот никто не живет видите как запустили он посмотреть тут какая красоте да вот можно походить посмотреть что тут вообще происходит никто не живет дом облицом в пол кирпича и все интересно горит свет круглосуточно причем так зашел я сзади дома ведь и никто у меня не стреляет он у них тут как ухты у них тут еще гараж сзади дома ё-моё две двери и тоже вот так видите все все запущено вот этот дека так это называется балкон он прогнил есть там прямо он даже дыры дырка дырка и вот как бы да вот так пошел я сгнил это все конечно ломать надо но вылететь там 22 гаража и с этой стороны тоже опты кардинальчик он сел это наша штатовская птица вот так все валяется ну и смотрите ребята прикол очередной для вас вы будете удивлены сейчас у нас 21 по моему мая если не ошибаюсь смотрите возле дома лежит посылка вся грязная то есть почтальон как я здесь бросил и внимание 1 21 полтора года лежит посылкой до сих пор никто не спер